Девушки отдыхают А если вы когда-нибудь пробовали учиться играть на скрипке, то это еще и большие усилия ваших близких, ведь не каждый сможет подолгу слушать первые шаги начинающего скрипача. Ну и путь на сцену очень неблизкий. Но ваши первые шаги в музыке будут незабываемыми, если вы встретили учителя, музыканта, дирижера, композитора. Да-да, все с большой буквы. Знакомьтесь, Александр Запольский. Александра Запольского считают одним из самых талантливых и своеобразных педагогов Копенгагена, а его харизма привлекает всех без исключения. В начале 90-х годов маэстро собрал струнный оркестр Запольского. После четверти века активной работы оркестр так вырос, что теперь в нем три возрастные группы. Здесь новички, которые недавно впервые взяли в руки скрипку, играют рядом с лауреатами международных конкурсов. Чтобы понять, как это происходит, можно заглянуть в партитуру оркестра. Там бывает до 12 партий. Александр также сам пишет музыку для оркестра и делает неожиданные аранжировки. Он участвует в концертах не только как дирижер, но и сам виртуозно играет на скрипке. Секрет его успеха – преданность музыке, любовь к работе, внимание к деталям и, конечно, дисциплина. Основа мастерства Александра Запольского – русская скрипичная школа. Музыканты знают, что в традициях Киевской и Московской школы большое внимание уделяется обучению солистов, а в Петербургской школе – главное – оркестр. Датская педагогика также учитывает важность социального фактора. Поэтому в Дании все ученики-солисты обязаны еще и играть в оркестры. Кроме интенсивных репетиций, музыканты оркестра принимают участие в музыкальных лагерях, а также выступают как на датских сценах, так и за рубежом. Многие ученики Александра Запольского получают высшие награды на различных музыкальных конкурсах и приглашения на работу в престижных оркестрах. А если профессия выбирается другая, никто не остается равнодушным к оркестровой музыке. Александр Запольский соединил элементы классической русской скрипичной школы и современной датской музыкальной педагогики. Результат оказался эффективным как для профессионалов, так и для любителей. Искусство и талант Александра были много раз отмечены большими премиями. А в 2011 году королева Дании Маргарет II пожаловала ему титул рыцаря ордена Данеборг – высшей наградой страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова